Андроник Муфсесович Мегранян Стройкуровского кладбища мы сегодня отпевали и хоронили там Казимирова Владимира Николаевича. Я бы хотел попросить, кстати, минутой молчания почтить память Владимира Николаевича. Это был выдающийся дипломат и выдающийся друг армянского и карабахского народов. Это сегодня отметили замминистра иностранных дел и все остальные, которые Лавров, которые прислал письмо, ну и так далее. Садитесь. Казимиров не был проармянским дипломатом. Казимиров выдающийся профессионал, который сам говорил, что Андроник, я за справедливость, и он был профессионалом выдающимся и честным человеком. Нам, армянам, не нужно, чтобы другие были проармянски настроены. Нам это не нужно. Надо не быть просто подонками и быть объективными и справедливыми. Вот, собственно, что нам надо. У нашего выдающегося дипломата Чуркина был прием, и на этом приеме пришла член кабинета, и сейчас она член кабинета, Саманта Пауэр. Это человек, который написал геноцид, книгу, и первым геноцидом это армянский геноцид. Я подошел, говорю, Саманта, вы знаете, в Армении так вас любят, они вас называют проармянским. Она сказала гениальную вещь. Я за него не проармянский, я за правду и за справедливость. Как было, я так и написал. Обидеться – это их дело. Зато я сделал то, что я должен сделать. Вы знаете, мы переживаем сумасшедший период. Сегодня на наших глазах, на глазах цивилизованного мира произошел геноцид карабахского народа. Сегодня говорят во всех международных площадках, во всех международных площадках и в американских площадках, во всех больших городах и университетах. Когда появляется Джо Байден, все кричат «Геноцидальный Израиль и геноцидальный Джо Байден». «Геноцидальный Джо Байден». Потому что, да, конечно, несопоставимо, в каком смысле несопоставимо, там убиты все-таки 35 тысяч, ранено 70 тысяч палестинцев, но там перемещенные лица, миллионами, там 2 и 3 миллиона, из них миллион сюда, миллион туда. И, конечно, сегодня, чтобы поднять этот вопрос, и, кстати, почему они говорят «геноцидальный Джо», когда появляется в американских аудиториях Джозеф Байден, а потому что они обвиняют американское государство в соучастии в геноциде. Это уже принято, это со всех платформ, со всех площадок об этом говорят. Но мы дошли до такой жизни, что сегодня даже никакая Южная Африка, которая вот открыла судебный процесс в Международном суде справедливости, обвинив Израиль в геноциде, а США в соучастии этого геноцида. У нас нет государства, которое могло бы поставить этот вопрос. А перед Международным судом ни одна общественная организация не может поставить этот вопрос. Понимаете? Чтобы эту тему закончить, но это мы никогда не забудем. Она будет постоянно действующая тема и проблема. Но я вот подумал, что сегодня я предлагаю, вот это прямо сейчас на меня зародилось, чтобы где бы ни появлялся Пашинян в Армении, чтобы кричали геноцидальный Пашинян, человек, который творил геноцид, потому что на глазах у всего мира отказался от значительной части собственного народа. Вы знаете, удивительное дело, как не вспомнить этого потрясающего, необычного человека, единственный человек, который на всех платформах, выступая у Такера Карлсона, у целого ряда других, Вивек Рамасвами был единственный человек, который сказал, на наших глазах совершили геноцид, карабахских армян сто с лишним тысяч изгнали, и никто даже пальцем не шевельнул, и никто об этом даже слова не сказал. Это, между прочим, еще недавно кандидат в президенты от республиканской партии. Ну, в коротком листе на пост веце-президента. Это говорит о том, что, увы, к сожалению, грустно это констатировать, слабое, к сожалению, оказалось и ни к чему не нужное вот эта лоббистская структура армянская в США, которая должна была, один вами, Рамасвами, который вообще обратился к этому вопросу. Все, больше никто. И поэтому, конечно же, как только изменится власть в Армении, судебный процесс в международном суде справедливости обязательно откроется по поводу геноцида против карабахского народа. Это никто не забыл, но для этого сегодня они должны быть люди, которые, институты, которые могут этот вопрос поставить. Ну и посмотрим, кто друг и кто не друг армянского народа, кто поддержит в международном сообществе. Вот это справедливое требование. Второй вопрос. Здесь вот говорили о том, что что-то надо сделать. действительно, потому что ничего нельзя добиться, пока не будет смена власти, которая сегодня существует в Армении. Геноцидальная власть против, сама же власть против армянского народа, и, конечно, эта армянская власть никогда не поднимет эти вопросы, потому что эта власть танцует под дудку Алиева и Эрдогана. Фактически он сдал Карабах, и он сегодня фактически сдает Армению. Кому могло бы прийти в голову еще недавно, что раньше, я очень хорошо помню, столько лет я жил в Америке, мы все ждали 24 апреля, используют ли слово геноцид значит Пашиня, этот президент Америки, или не используют. Сегодня поразительно, мы добились того, что американцы признали геноцид, а теперь от геноцида и от понятия отказался Пашинян. Кому сказать, это вообще невероятное, это немыслимое, которое может произойти. 40 стран признали, а теперь потому что Эрдоган сказал. Вообще-то армянам надо отказаться от своих псевдоисторических каких-то фантазий. А что такое псевдоисторические фантазии? Это армянские территории, которые остались в Турции, даже элементарно, не все территории, даже по Северскому договору, я уже не говорю по карте Вилсона там и так далее. И это геноцид. Откажитесь, и Эрдоган сказал вчера. Пашинян это понимает. То есть, ну, куда дальше? Значит, они в связи и играют. Когда-то несколько лет назад я написал, что в шесть руки Пашинян Алиев и Эрдоган играют против Путина. Собственно, тогда это так и было. Несколько лет назад мне приходилось об этом писать. Они в одной команде, этот в другой команде, и, конечно, еще и Россия оказалась в этой ситуации, в которой она оказалась. Это уже другая большая тема. Я сейчас не хочу на этом остановиться. Но дальше еще страшнее. Эрдоган говорит, для того, чтобы армяне были счастливы в Армении, Армения должна отказаться от диаспоры. Вы представляете? И я вам скажу, Пашинян пошел и на это. Пашинян говорит, что вообще-то армянское государство и армянская политика это не для того, чтобы интересы диаспоры продвигать. У вас свои интересы, у нас свои интересы. это чудовищно. Но это о чем говорит? Этот бедный несчастный народ сидит и в тряпочку молчит. Почему? Потому что во время 44-дневной войны огромное количество людей уничтожили, народ запугали до смерти, и народу говорят, или вы соглашаетесь со всеми требованиями, или будет война. И недавно по поводу этих четырех деревень в Тавушском районе Пашинян говорит, или мы эти четыре деревни должны отдать, или будет война. То есть он терроризирует народ этой войной. То есть он сам подверг всем этим бедствиям государство, разрушил армию, потерпел сокрушительное поражение и этим же он шантажирует армянский народ. Ты уже, война кончилась уже четыре года. Где твоя армия? Где твоя экономика? Где твои вооруженные? Где дух народа, который должен был собраться и решить вопросы, с которыми этот народ сталкивается? Во время первой войны Вазген Саркисян, который сказал, когда была чрезвычайно критическая ситуация во время войны первой Карабахской, он сказал, собираемся отряд смертников, идем или победить, или погибнуть. Поехали, отстояли, выиграли. А почему? Я скажу очень важную вещь. Эти чудовищно неграмотные, невежественные идиоты в Армении, которые говорят все беды от Советского Союза и от России для Армении. Это Советский Союз, советское воспитание создало вот этих людей. Это то последнее советское поколение, воспитанное на этих принципах патриотизма, принципах готовности к самопожертвованию, высокой духовности. После это все пропало, потому что рынок, к чему призывает рынок? Граб, что не так лежит, тоже граб, все граб. И какие духовные ценности, какое самопожертвование, это чудовищно. И поэтому пока в Армении не образуется костяк, ну как при Вазгейне Сарксяне, костяк пассионарных людей, готовых пойти на самопожертвование ради Родины, ради государства, ничего не будет. Вот сдается тотальная сдача армянской дипломатии последних шести лет всего, что составляло сущность армянского народа. Сдача в Карабаха и сдача сегодня подготовка к сдаче Армении. А оставаясь космическом одиночестве. Эти фантастические мечтания идиотские там про Францию, Европу, там Америку и так далее. И еще создавая вражеские отношения с Россией, они, по-моему, пока что не понимают, в какую ловушку они народ и государство загоняют. Сами-то идиоты думают, что им удастся на каком-то самолете улететь, украшенные деньги с собой взять и все. А кто будет отвечать за это государство, которое погибнет? Потому что а как оно будет существовать? Они не понимают, что получить государство в подарок, а Советский Союз рухнул, все получили 15 республик эти государства как подарок. А удержать государство, создавать дееспособные институты, государственные, армию принимать решения и отвечать за эти решения. Это совершенно разные вещи. И очевидно, что эти люди на это не готовы. Вот почему необходима смена власти и выработка тогда новой и внутренней и внешней политики, чтобы совсем не было на грустной ноте. Несколько лет назад, после парада на Ереванской площади, когда еще армянская армия считалась лучшей армией в регионе, армянское государство лучшее государство, а рядом failed state Азербайджан, Грузия и так далее. В присутствии многих людей я сказал, знаете, я хочу вам один тост сказать, и я хочу это воспроизвести сейчас. Если верить Гамкрелидзе и Иванову, которые опубликовали и стали последними лауреатами Ленинской премии еще до распада Советского Союза, индоевропейский язык и индоевропейцы в соответствии с их концепцией, сто печатных листов, это два вот таких кирпича, они определили, что на основе анализа языка они определили, что в пятом-четвертом тысячелетии в армянском Нагоре образовался индоевропейский этнос и оформился индоевропейский язык. Так вот, если это правда, я всегда говорю, значит, нашему народу 7000 лет. И дальше я отмечаю, но армянскому государству дай бог 1500, и то я накидываю на пару-тройку сотен лет больше, потому что мы еще киликийская Армения и так далее. Так вот, я хочу пожелать при всей критической ситуации в существовании армянского государства и армянского народа, я хочу пожелать, чтобы мы общими усилиями, а это уже Арар Шарич сказал, свои там подходы есть у других, может быть, чтобы мы общими усилиями сделали так, чтобы разрыв между историей народа армянского и историей армянского государства не увеличился. Спасибо. Андраник Моцесович. Спасибо.